Село Кыштут расположено в горной местности отдаленной Баткенской области. За 50 лет здесь не было построено ни одного социального здания. Нынешняя старая школа была построена 54 года назад путем Ашара, а позже МЧС несколько раз предупреждала, что детям опасно учиться в здании. Теперь по поручению президента Садыра Джапарова началось строительство новой школы на 150 мест. Финансирование осуществляется полностью из государственного бюджета. Эта новость обрадовала учеников, так как во время дождей с потолка капала вода, не говоря уже о зиме. Как рассказывает одна из учениц Мадина Баймурзаева, во время проливных дождей и сильных морозов занятия просто-напросто отменяли. Из-за того, что у нас не было специальных кабинетов по физике, химии и информатике, можно сказать, что мы отставали от других школ по качеству образования. Теперь, когда построят новую школу, наши ученики будут учиться усердно, чтобы добиться больших успехов. На сегодняшний день в Баткенской области строится около 40 социальных объектов. В преддверии нового учебного года введены в эксплуатацию пять школ и три детских сада. Сейчас по инициативе главы государства в квартале Базар-Баши города Баткен начато строительство новой школы на 500 мест вместо построенной. Ещё в советское время школы методом Ашара. Мы все знаем, что во главе этих дел стоит наш президент Садыр Нуркоджуевич. И мы благодарны ему за это. Он особо уделяет внимание образованию. Строятся новые школы, учителям была повышена заработная плата. В соседних сёлах также было начато строительство школ, среди них есть и наше. Нам пообещали, что новое здание будет возведено за год, и мы надеемся, что в новом учебном году мы будем обучать детей в новой школе. Тем временем в Джалалабадской области продолжается строительство 27 школ за счёт республиканского бюджета. До конца этого года планируют сдать в эксплуатацию пять объектов. Строительство школы в селе Караалма Сузакского района началось в 2013 году при финансировании иностранных инвесторов, но по неизвестным причинам было остановлено. В 2019 году школа на 225 мест была переведена на республиканское финансирование. В этом году были выделены 17 миллионов сомов. Первым делом завершено строительство столовой, сделаны внутренние работы в спортзале. Впереди ещё работа по освоению 12 миллионов сомов. Ранее в селе Бельтерек Базаркургонского района была сдана в эксплуатацию новая школа. Кроме того, в селе Джергеталаксийского района завершён и сдан в эксплуатацию спортивный зал. А в селе Камсамол Сузакского района учебный корпус школы был построен в прошлом году, но строительство спортзала не было завершено. А в этом году спортзал достроили. Для повышения качества образования в целях снижения нагрузки на школы учителей президент Содержа Паров поставил задачу построить в столице 15 школ и один детский сад. И уже сегодня больше половины из них сданы в эксплуатацию. На сегодняшний день полностью завершено 11 объектов образования. Дети начали учиться в новых зданиях со всеми необходимыми условиями и современными средствами обучения. Остальные объекты будут сданы уже в ближайшее время. Контроль качества был строгим. В новые школы поставили линолеум из Голландии, который прослужит более 25 лет. С каждым заключён отдельный договор. Мебель должны поставить другие компании или сделаем мы. Минобразование определяет школу, нуждающийся в капитальном ремонте, обращается в Министерство финансов и Госагентство архитектуры и строительства. Всего в титульный список включено 210 образовательных учреждений, а также объекты в отдалённых районах. Строятся школы в жилмассивах Кольмо и Рухи-Мурас. Например, школа в жилмассиве Кольмо рассчитана на более чем 200 человек. На территории была уложена беговая дорожка. При этом использовалось резиновое покрытие, чтобы ученикам было комфортно соревноваться. Общая площадь территории учебного заведения составляет 1500 гектаров. В настоящее время здесь трудится 150 человек. Строительные работы завершены на 95%. Как вы видите, в округе школы мы также засеяли газоны. Была установлена автоматическая система полива. При строительстве особое внимание уделили качеству материалов. Также полным ходом идёт строительство новой школы в жилмассиве Рухи-Мурас. Трёхэтажное здание будет состоять из трёх блоков. Внутри будут расположены тренажёрные и конференц-залы. В подвале – кабинеты для арт-кубов. Каждый класс будет оборудован в соответствии с предметом. Строительные работы начались здесь в мае. 90% работ завершены. Сейчас заканчиваем внутреннюю отделку. При строительстве были соблюдены все установленные нормы. Также мы уделили особое внимание к качеству материалов. Современный и удобный, так можно сказать, о новом дополнительном корпусе школы-гимназии номер 20 в Бишкеке. Три этажа с просторными коридорами, огромными спортивными и актовыми залами, вместительной столовой и школьным двором с разными площадками. На территории школы построены три большие спортплощадки, предназначенные для игры футбол, баскетбол и волейбол, а также воркаут-площадка. Эта школа стала учебным заведением, которое соответствует всем современным стандартам. Многие сравнивают времена Советского Союза. Так вот, в те времена наш город назывался Фрунзе. И вот в 50-е и 59-е школы за 9 лет было построено 11 школ. Тогда был бум индустриализации, и мы эти времена связываем с Искаком Розаковым. А вот в 60-е и 69-е годы 31 школа было построено. Тоже за 9 лет мы эти времена сравниваем с Турдакуном Усубалиевым. И в этом году мы построили 15 школ в течение каких-то пяти месяцев. Я думаю, эти времена тоже когда-нибудь наши дети будут сравнивать с временами уже Садыра Нургожевича Джапарова. Дополнительный корпус рассчитан на 500 ученических мест. Строительство началось в конце мая. За 4 месяца он был полностью достроен и сдан в эксплуатацию. Строительные материалы были подобраны в современном стиле. А экстерьер гармонично сочетается со зданием старой школы. Мы сейчас особо уделяем внимание на, что это наши новые построенные школы были подключены к системам отопления. Потом у наших детей не было вопросов, что школа не отапливается. Сейчас на это тоже обращаем внимание. Но школа, как видите, все прекрасные, хорошие школы. Ранее школа располагалась в здании детского сада. С каждым годом количество учащихся увеличивалось. В результате переполненные классы и учеба в три смены. Все это негативно сказывалось на качестве образования. Теперь же жители седьмого микрорайона и ученики рады новой школе. Школа новая, современная, полностью оборудованная, адаптированная и уже к реалиям нашим. Шикарный актовый зал, шикарный спортзал, санузлы теплые, широкие коридоры, светлые коридоры. То, что нужно деткам. Учитывая то, что в седьмом микрорайоне, а двадцатая школа она единственная. То есть мы как жители седьмого микрорайона просто счастливы, что дети будут учиться в новой, современной школе. Сегодня состоялось открытие школы. Мне очень понравилось дизайн, все обустроено. Спасибо нашему президенту, что открыл такую новую, современную школу. Как говорится, учеба – это свет. Всегда надо учиться, стремиться к большему. Когда наша страна будет процветать. На строительство новых образовательных объектов в столице было выделено 2,5 миллиарда сомов из госбюджета и 500 миллионов сомов из городского. Помимо образовательных учреждений, по всей стране ремонтируется несколько больниц. Кроме того, областные больницы обеспечивают современным медицинским оборудованием и каретами скорой помощи. Елена Ткаченко, Ирланджин Ушалиев, Нуркамиля Санов, Аллату-24. Итоги недели.